Здравствуйте, с вами снова Александр и сегодня я хочу рассказать вам об интересной коляске компании Britax. Модель называется Go. Коляска Britax Go позиционируется как коляска прогулочная для детей с 6 месяцев до 4 лет. И вес ребенка максимально не должен превышать 17 килограмм. Но при желании вы можете доукомплектовать эту коляску полноценным спальным блоком, люлькой, для детей новорожденных, чтобы вы могли эксплуатировать ее с новорожденным ребенком. Устанавливается это все на адаптеры, которые идут в комплекте. Сейчас я вам покажу. Поэтому покупать вам отдельно ничего не нужно будет. Поставили и установили туда люльку. И еще есть вариант установить на эту коляску, на это шасси, на эти же адаптеры, которые идут в комплекте, автолюльку, ремер. И тем самым вы превратите эту коляску Britax Go как коляску 3 в 1. Что касается непосредственно самой коляски. Эта коляска очень хорошо приспособлена для плохой погоды. Особенно в городе Санкт-Петербург всегда плохая погода. И здесь эта коляска будет особо актуальной. Что здесь есть для этого? В комплектацию коляски входит накидка на ножки. Вот она такая большая. Сейчас я вам покажу, как она устанавливается. И причем устанавливается она очень просто. Одевается она на подножечку. И по краям здесь есть две кнопочки. И на шасси, на самом. Защелкиваем. И с другой стороны защелкиваем. Вот. Так это будет выглядеть. Поэтому ребенок здесь полностью закрыт. Ножки ему здесь ничего не сжимает. Вот эта ткань на накидке, как и на самой коляске, она очень качественная. И абсолютно не пропускает воду. Но вы когда на нее брызгаете чем-нибудь, вода в капельки собирается и просто стекает с нее. Поэтому намочить, продуть как-то эту коляску, этой ткани очень тяжело. Козырек достаточно большой. Вы сами это прекрасно видите. Он глубокий. И также хорошо закроет ребенка сверху. Что касается непосредственно... Если в теплое время будете эксплуатировать, вы можете на козырке расстегнуть замочек, отодвинуть вот эту вот ткань. И тем самым обеспечить еще дополнительный поток свежего воздуха в теплое время года. Что касается ручки. Ручка в этой коляске, как вы уже заметили, она необычной формы. И напоминает... Как будто в ней попытались сделать формы всех колясок, ручки всех колясок сразу. Здесь вы держите как трость, здесь вы держите как обычную коляску. Поэтому любой для себя найдет удобный хват. Сама ручка выполнена из резины. Она не скользит. Поэтому, в принципе, держать ее достаточно удобно. И регулируется эта ручка в достаточно большом диапазоне. На коляске по бокам есть две кнопочки. Вот. Как это все выглядит. Даже для самых маленьких людей здесь можно найти удобное положение ручки. Что касается... Сейчас я уберу накидочку на ножки. Что касается непосредственно самого спального места для ребенка. Сейчас я вот уже сделал здесь самое максимально лежачее положение. Оно не полностью горизонтальное. Но оно и не должно быть, потому что коляска с полугода должна применяться. И сама система регулировки спинки, она здесь простая. На ремнях. Ременная система. Затягиваем. Все. Тем самым мы меняем наклон. И еще. Для того, чтобы, если ребенок уснул, максимально выровнять коляску. Здесь есть подножка, которая регулируется простым движением. Все. Поднимаем наверх. Но единственное, чтобы опустить, все-таки нужно нажимать пару кнопочек по бокам. На подножке, как вы уже могли заметить, ткань идет не полностью до конца, а оставлено здесь место. Это на самом деле очень практично, потому что зимой в грязных ботинках ребенок здесь, если запачка, здесь даже есть специальное отверстие, сквозь которое вытечет отсюда вода. И это все очень легко протереть. И для безопасности. Что для безопасности здесь есть? Есть стандартные пятиточечные ремни, накладки на плечи ребенка, чтобы не травмировать плечи ребенка. Также установлен достаточно большой бампер, который легко регулируется в нескольких положениях. Вот таким образом. Здесь две кнопочки, нажимаем, собственно и все. Также при необходимости бампер можно легко снять, если он вам вдруг не нужен. И вы уже тоже наверняка заметили вот эту вот петельку, которая не дает ребенку выскользнуть из-под бампера, если он вдруг не пристегнут. Мелочь, но очень приятно, на мой взгляд. Что касается непосредственно размеров самого прогулочного блока, его внутренней части, я вам сейчас скажу точно. Высота самой спинки, она составляет 50 сантиметров. Ширина спинки 34 сантиметра, соответственно, и сидение тоже. Длина подножки составляет 22 сантиметра. И длина в общей сложности, в лежачем положении общая, сейчас я вам скажу точно какая. Кому это важно. 90 сантиметров общая длина в лежачем положении. Так, что еще интересного в этом прогулочном модуле? Тут реверсивная система установки, есть возможность ездить как по ходу движения, так и против ходу движения, то бишь лицом к маме делается это все очень простым способом. Здесь по краям две кнопочки, нажимаем их одновременно, сняли, переставили в обратную сторону. Все, ребенок едет лицом к вам. В принципе, на мой взгляд, очень удобная, интересная возможность. Так, что касается непосредственно шасси этой коляски, на мой взгляд, это очень такая сильная сторона этой модели. Здесь очень хорошая прочная конструкция, металлическая рама. И здесь используется очень интересная система амортизации. Вот в этой части установлен внутри амортизатор. Сейчас я буду нажимать, и вы наглядно это увидите. Ее огромный ход. В принципе, на любой плохой поверхности она будет идти, не будет ее трясти, шатать. Будет очень хороший, плавный, комфортный ход для вашего ребенка. Так, сами колеса в этой коляске, они не надувные, но они, в принципе, достаточно мягкие. Их нельзя проколоть, они имеют очень большой ресурс износа, они очень долго стираются. То бишь, ни одного ребенка можно отвозить на этой коляске. Передние колеса, у них есть такая возможность, как заблокировать. Если вдруг вы наехали, и у вас там плохая дорога впереди, блокируем. Сейчас второе колесо заблокирую. Вот. И в таком положении колес гораздо проще преодолеть плохую, неровную дорогу. Разблокируются тоже эти же кнопочки. Нажимаем в обратную сторону. И все. Коляска поехала. Что еще интересно в этом шасси? У нее очень большое багажное отделение. Я вам сейчас даже размеры скажу самому интересное, я так не помню. Размеры. Так. 44 сантиметра в ширину багажный отсек. И в длину он имеет у нас 43 сантиметра. Единственное, он не очень сильно глубокий. 14 сантиметров. Ну, редко где можно увидеть такой большой багажный отсек. Так. Что касается ее компактности при складывании. Сейчас я вам покажу. Здесь есть на раме кнопочки. Вот. По краям. И с одной и с другой стороны их нажимаем. Тянем на себя. И просто опрокидываем коляску вперед. Как вы, наверное, заметили, не нужно снимать прогулочный блок, чтобы сложить эту коляску. Так же убираем ручку. Так же убираем ручку. Таким образом у нас получается достаточно компактная конструкция. Для того, чтобы это все случайно не разложилось. С этой стороны есть вот кнопочка LOCK. Нажимаем на нее. Нажимаем на нее. Коляска у вас сама произвольно не разложится. Чтобы освободить в обратную сторону. Щелкаем и все. И теперь, чтобы открыть, просто тянем это все дело на себя. Опускаем подножку. Выравниваем ручку. Все. Можно ехать. Кстати, эту коляску можно складывать не только с установленным прогулочным модулем по ходу движения, но и против хода движения. Я вам сейчас покажу это наглядно. При сложном виде мы ни в коем случае не теряем компактность. Сейчас, одну секунду. Все. Все. Таким же образом, как я вам говорил на кнопочке, тянем на себя. Складываем. Все. Поэтому, в принципе, и так, и так можно это делать. На мой взгляд, это круто. Сейчас я разложу обратно. Все. Дальше можно спокойно эксплуатировать. Кстати, что касается безопасности. Здесь не только для этого установлены ремни и бамперы. Вот эта петелька. Но и на самой раме производитель установил отражающие элементы с правой и с левой стороны на ручке. На колесах передних вот в этом месте есть отражающие элементы. И на самом багажном отсеке есть светоотражающая лента. Поэтому вечером при любом попадании света, свет отражается и вас видно издалека. Что касается ширины колес, для тех, кому это важно. Мало ли у кого-то лифт дома не так широко раздвигается, как хотелось бы. Ширина колес 60 сантиметров. Поэтому при покупке имейте это в виду. И вес этого шасси составляет 12,5 килограмм. Она не самая легкая, но далеко не самая тяжелая. Поэтому это нормальный здоровый вес коляски. Что касается тормоза. Здесь используется мой самый нелюбимый вариант тормоза. Эта кнопочка мы нажимаем. Блокируется. Но чтобы отжать ее обратно, нужно обратной стороной обуви отжимать эту педаль. Тем самым, опять же, портите обувь. Но удобно то, что самая кнопочка стопа, она и с левой, и с правой стороны находится. В принципе, свою задачу выполняет нормально. Собственно, это все, что я хотел рассказать вам про коляску Britax Go. И давайте подведем итоги. Я вам сейчас скажу свое мнение, которое у меня сложилось от этой коляски. На мой взгляд, эта коляска реально очень хорошо адаптирована для наших российских условий. Для плохой погоды, для плохой дороги. Для плохой дороги, ой, погоды, вы можете реально хорошо защитить своего ребенка от ветра, от дождя, до чего угодно, используя накидку на ножки, которая идет в комплекте. Далеко не каждый производитель дает такую возможность так хорошо закрыть своего ребенка в плохую погоду. Что касается плохой дороги, какая у нас практически везде и есть, особенно по дворам зимой с нечищенным снегом, здесь очень хорошие колеса, очень высокий колеренс, плавный ход. Поэтому у ребенка трясти ни в коем случае не будет. И на мой взгляд, если вы ищете для своего ребенка хорошую интересную прогулку, я думаю, на нее стоит приехать в магазин, пощупать, посмотреть и обратить внимание, сравнив ее с другими моделями, конечно. По-моему, я бы поставил ее оценку из 5 баллов 5, на мой личный взгляд. Ну а, собственно, хотел поблагодарить магазин «Первая коляска», который любезно предоставил нам коляску Britox Go для нашего сегодняшнего обзора. И подписывайтесь на мой канал. С вами был Александр. Всего вам доброго.